Челябинские верующие Препрощаются с Феодоровской иконой Божьей Матери. Ровно неделю древний чудотворный образ из Костромы прибывал в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска. Национальные святыни смогли поклониться сотни тысяч православных южноуральцев. Это жители не только мегаполиса, но и многих близлежащих городов и поселений, входящих в состав Челябинской епархии. Все это время храм с раннего утра и до позднего вечера был открыт для всех желающих. Чудотворная Феодоровская икона Божьей Матери традиционно почитается православным народом как покровительствующая семейному благополучию, рождению и воспитанию детей, помогающая в трудных родах. Мы просили за страну, за благоденствие нашей страны, чтобы все было хорошо в нашей стране, потому что наша страна сейчас в таком положении. Ну и тебе, конечно, тоже, чтобы здоровье было, ну чтобы все хорошо было, главное мирно. Чтобы все в семье хорошо было, чтобы семья крепкая и счастливая была. Чтобы мама хорошо училась, она новой работала. Я просила Божьей Матери о том, чтобы, ну, самое главное, детям здоровье, потому что если дети болеют, это для каждой матери печаль. Здоровье, семье, мира, чтобы детям было хорошо, здорово, чтобы они были, учеба у них. Ну, как-то вот так вот. Простые вещи какие-то, по-моему, те, что все люди и просят, я не исключение. И, конечно, пребывание такой святыни в нашем богоспасаемом городе – это очень важное событие для наших верующих. Конечно же, всех интересует, о чем можно молиться перед чудотворным ликом Федоровской Божьей Матери. Но вот, наверное, замечательно говорит об этом описание самой чудотворной иконы. Царица Небесная является помощницей и защитницей христианского рода. Она помогает нам во всякой скорби и слышит всякое наше воздыхание. О всех наших скорбях, о всех наших недугах, о всех болезнях, которыми мы болеем, и душевными, и телесными, мы молимся перед чудотворными образами Царицы Небесной. Своим чередом в Кафедральном соборе совершались ежедневные богослужения, а в перерывах между ними духовенство Челябинской епархии служило перед иконой молебны. Так, во второй день пребывания иконы в Челябинске, митрополит Никодим совершил божественную литургию вместе с митрополитом Костромским и Нерехтским Ферапонтом, который сопровождает святыню в поездке по Южному Уралу. Наша митрополия ликует и радуется, и прославляет Матерь Божию. Ибо в пришествии иконы Я, Федоровские, сюда, в пределы Южного Урала, есть одно еще свидетельство, что Матерь Божия своим попечением не обходит никого. Каждому стремится, разделяя его скорби, болезни, укрепляя и заступая зачат своих пред Сыном своим Господом нашим Иисусом Христом. Мы можем сегодня приложиться к тому чудотворному образу, которому в течение многих столетий прикладывались наши предки, молились великие князья и цари, пред которым обретали утешение скорбящие, исцеление больные, немощные укреплялись, обиженные получали заступление, пред тем чудотворным образом, пред которым многие и многие получали то, чего даже нечаянно получить. В сей век каждому из нас необходимое видимое утверждение веры, и сей чудотворный образ Божией Матери являет нам знамение того, что в вере жили наши предки, в вере должны жить мы и веру должны передать чадам нашим, дабы все мы могли предстоять у Престола Божия, прославлять заступничество Матери Божией пред Господом нашим Иисусом Христом. Аминь. Еще раз благодарю вас, дорогой Владыка, за те труды, которые вы понесли в принесении этого чудотворного образа из вашей Костромской митрополии сюда, в пределы Южного Урала. Спасибо, Господи. Дорогой Владыка, я вам сердечно благодарен за радость посетить Челябинскую землю, принести святой образ, перед которым многие-многие люди смогут помолиться, прославить Матерь Божию, поскольку, как мы вчера еще говорили, эта благодать, конечно, касается и нас, которые принесли сюда святой образ. Спасибо, Господи, за приглашение. Сегодня торжественное прощание состоится в 12 часов дня. Из Челябинска-Феодоровская икона Божией Матери отправится в Златоуст, в Серафимовский кафедральный собор. Там она пробудет с 9 по 11 сентября. Встречать святыню будут в 16.00. После приложиться к иконе смогут жители Троицка. Образ Пресвятой Богородицы прибудет в Свято-Троицкий кафедральный собор 12 сентября в 9.00 и останется там на два дня. А 14 сентября в 16.00 Феодоровскую икону Божией Матери доставят в Магнитогорский кафедральный собор Вознесения Христова. Там она пробудет до 18 сентября. Все эти дни собор для прихожан будет открыт круглосуточно. В Челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина состоялся гала-концерт фестиваля военно-патриотической песни «Наше поколение против террора». Его посетили представители органов исполнительной власти, руководители силовых ведомств региона. В церемонии открытия концерта принял участие и митрополит челябинский и миасский Никодим. В сентябре 2004 года от рук террористов в школе номер один города Беслана погибло более 300 человек. Поэтому и была установлена памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. Террор – это инструмент, нацеленный на нагнетание страха, паники, подрыва доверия к власти. А в конечном итоге – это посягательство на целостность и государственность России. И вот сегодня, отмечая такой день, мы подтверждаем, что у страны есть граждане, у страны есть патриоты, а значит, вместе мы сформируем здоровое, успешное, настоящее и будущее России. На летнюю сцену вышли вокальные и танцевальные коллективы. Лауреаты фестиваля получили награды из рук почетных гостей. Митрополит Никодим вручил цветы и почетный диплом руководителю хора ветеранов Центрального района Эльвине Ларец и руководителю ансамбля духовной музыки Гуманитарно-педагогического университета Светлане Андреяновой. Никто не имеет права уничтожать людей ради какой-то своей идеи. Люди должны жить счастливо в мире, в любви. И никто не имеет диктовать им свою волю. И сегодня мы собрались здесь, чтобы сказать об этом все вместе, дружно заявить о том, что жизнь должна быть в мире. Недалеко от сцены были выставлены машины ОМОНа, Росгвардии, полиции, работала полевая кухня. Выставка боевой амуниции и образцов оружия вызвала немалый интерес, особенно людей, пришедших в парк с детьми. В Челябинске прошел круглый стол, приуроченный ко Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. В нем принял участие митрополит Челябинский и Мяский Никодим. Встречу организовала областная библиотека. В главном читальном зале собрались студенты челябинских училищ и вузов. Перед молодежью выступили эксперты. Они рассказали о мерах, которые предпринимаются на местном и региональном уровне, чтобы предотвратить распространение экстремизма. Неизменные участники антитеррористических мероприятий – религиозные деятели. Их слово помогает молодежи ощутить собственную связь с многовековой духовной культурой России. Несомненно, воспитание в духе традиционных духовных ценностей – лучшая профилактика экстремизма и терроризма. В борьбе с терроризмом нужно объединение всех сил. И здесь не только государство может помочь, здесь могут помочь и общественные объединения, и религиозные концессии. Вот это очень важно. Важно донести мнение руководителей таких крупных объединений для народа, потому что мы должны едины быть в своем мнении, мы должны все бороться с терроризмом. Глава Челябинской митрополии призвал помнить, что террористы нередко пытаются оправдать свои злодеяния религиозной риторикой. Но их заявления не должны нас обманывать. Ни один подлинно верующий человек не станет прибегать к террористическим методам ради воплощения какой-либо религиозной, национальной или социальной утопии. Основы терроризма лежат в сфере духа. Значит, для его преодоления нужны духовные усилия, любовь, молитва, всеобщие объединения. Сегодня мы вспоминаем о жертвах террористов. Возносим о них свои молитвы. Дай Бог, чтобы утешились близкие и родные всех тех, кто пострадал от этих страшных злодеяний. И дай Бог, чтобы наш Урал и весь мир были ограждены от этого результата. В завершение встречи эксперты ответили на вопросы студентов, а в регионе уже планируют следующее мероприятие в русле противодействия экстремизму и терроризму. Челябинская епархия продолжает свое сотрудничество с крупнейшим вузом нашего региона. На днях кафедра теологии, культуры и искусства Южноуральского государственного университета объявила о наборе на новый учебный год. Всех желающих приглашает получить высшее профессиональное образование бакалавра теологии. Преподавание этой специальности очень приветствуют в Министерстве образования и науки Челябинской области, поскольку в школах ощущается недостаток учителей основ религиозных культур и светской этики. Выпускники станут светскими специалистами по теологии и будут востребованы как в церковных структурах, так и в органах власти, ответственных за взаимодействие с религиозными объединениями. Мы надеемся, что выпускники наши получат навыки работы в различных сферах церковного служения, в образовательной работе, в высших учебных заведениях, в средних учебных заведениях, в выполнении какой-то экспертной работы по вопросам религии, межконфессиональных отношений, работы в организациях культуры, искусства и так далее. Все то, что связано с культурой православия. Будущих теологов готовят по профилю культура православия. Университет в наибольшей мере готов к преподаванию именно этого круга дисциплин. В рамках данного направления могут получить подготовку преподаватели школ, социальные работники приходов, государственные служащие, отвечающие за отношения с религиозными объединениями, а также все, кто хочет получить богословские знания, изучать историю христианства, приобщиться к культурным богатствам, созданным православными народами. Занятия ведут кандидаты и доктора наук, в сферу научных интересов которых входит история религии и церкви, православное искусство, древние языки, в числе преподавателей и служители церкви, имеющие высшее богословское образование. Ну, вы знаете, ЮРГУ – это особый вуз, очень престижно в нем учиться. Дело в том, что в этом году мы вошли в 20 лучших вузов страны и нас приобщили к такой программе 5-100, для того, чтобы мы стали занимать рейтинги не только в России, а это очень почетно, конечно, но еще и в мировом пространстве. Ну, а как же теология? Это же, собственно, фундаментальная дисциплина, которая имеет тысячелетнюю историю. И сейчас современный вуз без теологии – это как-то даже уже не слишком серьезно, потому что и философия, и искусство, и литература, да господи, культурология – все имеют свои истоки именно в теологии. Кафедра открывает набор уже четвертый год подряд. Программа обучения соответствует государственному стандарту. Получить образование теолога можно пока только на заочном отделении. Срок обучения – пять лет. Прием документов на поступление будет осуществляться вплоть до середины сентября. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...